Казахстанцев перед вступлением в брак обяжут просматривать ролики о семье. Об этом на заседании правительства заявила министр культуры и информации. По словам Айды Балаевой, в ее ведомстве уже разработали интерактивное пособие под названием «Счастливая казахстанская семья». Тем временем в МВД сообщили о серьезной проблеме изоляции пьяных дебоширов. Правоохранители говорят, в стране не хватает медвытрезвителей. 80% преступлений в быту совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Это официальная статистика Министерства внутренних дел. Серьезной проблемой для правоохранителей является вопрос изоляции пьяных кухонных боксеров. Не хватает центров временной адаптации и детоксикации в народе называемых медвытрезвителями. Таковых в стране всего 35. Рассчитаны они на 880 койко-мест. В ночное и вечернее время такие центры, где они есть, они у нас переполнены. И получается нам приходится содержать их в камерах временного задержания, которые не лечебные учреждения, либо направлять их домой, чтобы они протрезвели. По расчетам МВД в стране необходимо построить еще 30 медвытрезвителей. Заняться этим необходимо Акиматом и Министерство здравоохранения, алкоголизм и наркомания. Стали частыми причинами разводов, заявила министр культуры. В брак нужно вступать осознанно, отметила Аида Балаева. Подающие заявления на регистрацию брака онлайн должны будут в обязательном порядке просмотреть тематический ролик. Интерактивное пособие называется «Счастливая казахстанская семья». За последние четыре года в стране от рук агрессоров умерло 869 человек. Зарегистрировано свыше 2000 фактов причинения тяжкого вреда здоровью. В разрезе регионов на пульт полиции чаще сигнализируют жертвы бытового насилия из Астаны, Жамбулской области и Алматы. Тройку антилидеров замыкает Павлодар. Поэтому в Министерстве внутренних дел предлагают узаконить поправки о временном выселении дебоширов и запрете на употребление алкоголя. Динара Нругалиева, Дидар Юлиев, Информбюро, Астана.